Объясните, пожалуйста, что значит быть как дети? Что это имеет в виду? В первую очередь отмечает незлобие, незлопамятство. Но сегодня я не знаю, как относить к каким детям. Надо всегда делать поправку. Когда говорили, как дети, дети, которые были рядом. Ибо таковых из Царства Божия. Таковых. Это не дети Пилата, не дети Ирода. А сегодня люди живут хуже Пилата и Ирода, и их дети уже с пеленок буквально. Как будто бы разнаряжены на погибель. Как дети, понятно, в простоте все принимать. Не мудрствовать. Ребенку еще не скажу, он верит. А так мы даже верим слову Божию. Это в первую очередь. Сказали, ребенок даже не переспросит. Он знает, надежная рука отца или матери держит. Такое полное доверие должно быть у нас Богу. Вот я смотрю тут Масленников Сергей Михайлович. Ну, нормальный мужик-то видно. А отдельный Игнатий Бричанинов. Понимаете, он не может дальше выйти. Это перечисляют. Бороться со страстями. Бороться со страстями. Уроки преподают. Христа не при чем? Христа нету. Как же верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и дальше. Верующий в Него не грешит в первом послании. Не может грешить. Это другая природа. Он об этом никогда не говорит. То есть он и сам этого не пережил. Иначе бы он уроки такие не вел. А вот давай научимся. Вот это есть отсюда самое поганое слово во церковлении. Научиться левой, правой рукой свечку передать. А вот в общем-то в контексте получается научиться что-то делать так. Как соблюдать пост. Какое время можно. Ну нормально все можно сделать. А Христа нету. Они этого не знают. То есть потребность беседовать со Христом. Не просто как, а именно с живым. Как с живым. Это опять же пародия. Именно живой я ощущаю его. Я с ним живу. И вот ребенок. Если только ребенок он не испорченный еще. Он будет. Я только сейчас смотрю. У меня тут загорожено лук посаженный. И высокий сделал железный. Кошка не может залезть. Потому что кошки идут. И бывает. Мощатся где-то. А как его сорвут тогда. Я гляжу. Надежда Васильевна взяла девочку. Там уже не одна. Подготавливает на лето отдыхать. А она абсолютно без матери. Без отца растет. Одна. Иногда мать только видит. Дед ее там или прадед приводит сюда. Да. Я гляжу. Она перемахнула через этот. И уже там топчется в этом. А он небольшой у меня. Два с половиной на два с половиной метра. Примерно. Ну что делать. На улицу. Ты была там. Теперь смотри. Что ты потоптала там. Все она. Она не понимает что это лук. Ей надо там. Она его сорвала. А ты ребенок. Как ребенок. Никак ребенок. Это уже никак. Не будьте как дети. Вот здесь. Я ее подвел. Надежда Васильевна. Ты ее взяла. Почему не смотришь за ней. Ну она только вот. То есть. Женский разговор. Ей сказали девчонки там где-то. Она сразу же обостает. Раз. Что-то заплакала. Я говорю. Что плачет. Раз такое дело. Я в Москву уеду. Куда она. У Путина на даче будет. Или где в Москве. Никого нету. Но в ней уже это заложено. Она такая шустрая. В церкви стоять не может. Как будто накачанная чем-то. Говорит. Супер. И гиперактивная. Почему. Без отцовшины. Если бы ее вовремя держали. Дисциплину давали. Как у немцев принято. Разговор был бы другой. Поэтому здесь. Во-первых. Ребенок легко воспринимает доброе. Вот. Сейчас только обидели. И тут же они помирились. И все. Вот эти качества мы можем взять. Как. Будьте мудры как змеяк. Ну змеи то какая мудрость. А заметил что. Епископ выходит. А у него. Гоголина такая. Держит посох. И там два змея там. Серпентарий устроили. Люди то знают. Змея жалится. Больше ничего не знают. А здесь речь мудрости. Что она старую шкуру. Израненную. Какую. Она находит между корнями. Трется. С двух сторон. Что было. И дальше выползает из этой шкуры. А шкура остается. Это одно. Второе. Она. Если только где-то опасность. Главное спрятать голову. А тело где-то там ударит. Что-то там. Так и мы должны сохранить свою веру. И относительно детей. На сегодняшних это не применимо никак. Хотя в писании говорится. Что говорят. То делайте. По делам не поступайте. Сегодня нельзя это сказать. Более всего опасны дела. Которым они учат. Они. Традиции русского человека. Традиции. Вся страна. Женщины. Все переодетые. В мужское одеяние. Без плотков. Традиции. Посмотри. Заснятый 1953 год еще. Этого не было нигде. Одеты женщины. В женское одеяние. А они сделали там эту. Застежку. Сбоку. И все вроде бы. Брики стали уже они. Не мужское одеяние. Ну вот. Везде фальш и обман. Обман сплошной. И поэтому. У детей. Мы возьмем. Самое ценное. То что. Незлопамятное. Проходит. Короткое время. Прям. Совсем. Ребенок опять не понимает. Играет. Доверие. К словам Божиим. Если бы. В Библии учили. Вот как. Игнатий Брянщининов. Этому не учит. А вот со страстями бороться. Люди берут это. Я каждый день должен думал. Повернулся. Когда страсти подадут. Тебе нет борьбы с ними. Они тебе над тобой будут командовать. Каждую страсть. Я в книжечку так подожди. А. Так. Ладно. Теперь вот так повернуться надо. Это не так. Это ему нельзя научиться. Есть. Есть. Пробужденная. Облагороженная. Совесть. Которая тебя будет учить. И вы не имеете нужды. Чтобы вас учили. Говорит. Ибо Дух Святой будет учить вас. И Господь показывает. Как. Где поступить. Должен ли там быть или нет. Должен ли это смотреть. Слушать. А нет значит. Если не так делаешь. Совесть тебя будет грызти. Совесть должна быть очищена от накипи. Вот. Маленький как будто вопрос. А сколько за ним. Почему все перепорчено. Я вижу как учат. И разговариваешь с ними. Ну ты же в храм пришел то. Он вышел. Опять закурил. И пошел. У него даже. Ни совесть. Ничего его не тревожит. Душа невозрожденная. Он учился. А как бороться со страстями. Да кто будет. Когда эта страсть подошла. Выпить. Опять нажрался. Вверх ногами лежит. Я оставил ходить за голубями. Он приезжает. Ну ладно. Другие присматриваю. Он все переморил. И он лежит в больнице. Едва-едва выкарабкался. Все записали. Обещал. И опять нажрался. А почему? Духовного рождения нету. Он другой натуры. Другой породы. И поэтому мы должны на все это смотреть только в духе Евангелия. Во свете Библии. Господь переродил. Мне сразу сделать все отвратно. Я не могу даже на это смотреть. А не то что там вместо табака я теперь конфетку леденец возьму. И там приучает как. Методы помаленьку. До одной папиросы сократить. Фальшь все это. Никакие психологи здесь не помогут. Здесь только рождение свыше. Вот сейчас в Киринограде что делает. И там православный психолог у него там. Который у нас был. Я его не буду по имени называть. Знаешь кто тут был журналист. И вот он его берет понимает. А оба мертвые. Что тот что другой. Если ты с Богом будешь. Зачем он тебе. Сегодня я как раз ролик тут записал. Про Кириноград. Будет поставлен и посмотришь. Чего не понимать. Это искусственно все сделано. Нигде не сказано что построите высокое с колокольни. И вы спасетесь там. Этого нету. Надо высчитывать то что. Люди уже против не ходят. А теперь они озлобились. Майдан самый настоящий устраивает. Не хватает только где-то снайпера. Человек 10-8 завалит. Все начнется бойня. И уже никакая полиция не поможет. Эту полицию сметут. Люди сидят ничем не заняты. Только телевизор смотрят. Будьте как дети. Вот ответ. Будьте как дети. Доверчивы каждому Слову Божию. Бог сказал. Не ложно выполнит. А что значит взят от среды удерживающий теперь? Непонятно. Людям пишут в комментариях. Толкований несколько. Это законность и порядок Конституция пока есть. Права человека. Откуда? Из римского права. В то время была Римская империя. И на это при... Когда будет удерживающий взят, то есть не будет никакого закона вакханалия. Ну это вот смутное время называют когда было. И понимается так, что это все будет та Духа Святого. И Дух Святой будет взят от среды народа. Совести никакой не будет. И она не будет обжигать. Это будут знать только верующие. С верующим он будет пребывать, а в народе не будет ни обращения, ничего. А из среды будет везде Дух Святой. Какое толкование? Оно фактически не противоречит одно другому. То было от Бога и это от Бога. И тогда откроется... То есть он самовластно будет делать, творить все, что ему вздумается. Свои законы жесточайшие будут. А перед тем как прийти, вот эти три с половиной года он начнет улещивать народ. Такие законы издавать. Все. Всем понравится. И все это фальшь. Потом в один день все переменит. А что ты... Да ты же вчера так говорил. Задние эти слова тебе будут уже заталкивать в гроб. Так что если Дух Святой будет издят от среды, никто не обратится. Безумие охватит весь народ. Вот такое толкование. Ну там еще несколько берут и все касается именно римского права и Бога. Духа Святого. Это по мелочи. Игнат Тихонович, а какие профессии для женщин наиболее подходят? Ну я говорил какие. Самое главное вот что было в раю. Давайте опустимся. Когда человек еще там был. Что? Смотрите, охраняйте, ухаживайте за садом. Это ехать в деревню и работать. Чтобы у тебя цыпляток были, котята, ребята. Все как надо. У нас вот она была здесь. Ну она пошла так. Она тут... Инкубатор свой, 450 куриц вырастется. Представь себе как. Игорь у нас барабаш староста в деревню. Лена себя нашла. У нее в огороде все растет. Она самые современные методы применяет. Его жена Игоря. А он староста. Она как заводж в деревне. Вот образец. И другие, которые жены живут. У каждого подсобное хозяйство работает. Сами обшивают, где что надо. Надо и полечит, и занозы вытащит. Это возможно только в деревне. В городе куда ты? Ну в этаже. Вышел там. Одно зловоние. На общей площадке-то. А то у тебя свой участок. Мало того, ты можешь и голубей развести. Это уже разговор другой. Значит, речь шла об еде. Значит, там, где своя корова подоила. Ребятишечкам дала парного молока. Здесь у тебя нет ничего. Все суррогат. Все с химией. А дома ты сорсали. Всякие. Никогда никакой эссенции не употребляй. У нас делают это сестры. И они никогда не добавляют ничего. Я их отучил. Тут у тебя ходят и курочки. Одна у нас живет Люба. Одна. Одна. У них корова. Сколько овечек было. Там свиньи. Индюки. Там, кажется, сосарки. Шесть пород куриц. Все растет у нее. Выйдет смородина. Тут же там виноград. Ну, что угодно. Все надо разводить. Земля несет в себе нравственное начало. Петр Аркадьевич Столыпин говорил. И мы должны понимать, что главное это накормить. Накормить себя. И, конечно, если в городе ничего не будет, сразу полезут воры и будут все вытаскивать. Ну, где-то надо хоронить для себя. Второе, это что Бог дал. Шкуры прикрыть. Значит, текстильная промышленность. Научиться где-то шить. Никаких там дизайнеров. Всякие глупости. Уметь шить. Иголка, чтобы в руках была. Ножницы. Вот. Мужчина должен точать сапоги, сам делать обувь. Мастерские же есть. Есть мастера. Ну, и третье, это настройки. Раньше, как правило, они работали штукатурами, малярами. Женщины. На улице зимой там 40-градусное мороз. Вообще никто не работал. А если меньше, хоть на градус, мужчины на верхотуре. Вот. Для мужчин и женщин так и так одинаковые. Но основная, главная работа ее рожать, помогать мужу и воспитывать детей. Обихаживать. Ей сидеть некогда будет с подругами. Пойти где-то, как говорят, расслабиться. Таких слов не знаем. Я пример имею. У меня мама Мария Егоровна. Десять ребятишек. Десять. Ну, сейчас дай десять-то. Не каждая женщина потянет. Все растут. Друг другу помогают. Старшие возятся с младшими. А сейчас так. Ребенка возьмет, готова задушить его. Чтоб только на руках был. Показать, что она очень занята и никак. Чтобы ребенок плакал на руки. У нас мы этого даже не слышали. Ее надо к этому приучать. Сейчас только... Вот только сейчас я с колеса сошел. Ну, десять назад. Я знал его отца, который тут приходит. А у него ребенок. И охота, чтобы к нам в лагерь. Я говорю, лагеря нет. Слово лагерь, смотрите. Мы в деревне где-то. Ну, пускай идет. Сколько можно. А сколько за лагерь? А сколько у него заработок? Так не сколько, значит. Ну, а еще спрашивайте, для чего искушаете. Ясное дело, что я это должен брать. Сразу двоих опять на свой счет. Опять я должен все это покупать. Молоко, там, сметану, там что-то есть. Я должен покупать. У вас ничего нет. Они ко мне приехали. А где он сам работает? Да нигде не работает. Почему? Работы нет. В это я никогда не поверю. Работу всегда можно найти. Самую простую. Но не с голоду не умрешь. Я говорю, ну, пускай это старший брат у него тут. Я его знаю очень хорошо. Еще из него. Что? Пускай мать ей. Да-ка, матери нет. Они уже развелись. Как? Уже развелись? Десять лет не прошло, развелись. А почему? Ну, он не работал в это время. Да запил где-то. Она ушла к тому, у кого деньги есть. Ни слова не говоря. Мы ему не нужны. Он, я его знал только в лагере он был когда. И что он? Купили деньги. Где они взяли? Как правило, где-то в ипотеку. Это рабы на всю жизнь. Ему не вылезти никогда оттуда. И что он делает? Купили домик. Там работал. Вроде бы мужская работа. Лесоповал. А теперь там кончилось все. Ну, ты должен был воображение первого качества лидера. Кончится это лесоповал. Потому что дальше-то деревья, дальше они переходят. Ты дальше поедешь туда? Нет. Верующий? Ну да, он ходит в церковь. Я не об этом спрашиваю. В церкви много ходят. Он остался один. Как не один? Деревня строится? Да. И что в деревне дел нет никаких? Да неправда. Ты можешь такой участок, скотину разводить. У Игоря 36 крупного рогатого скота. 36 быков, коров. Каждую неделю сюда едет. Это надо подоить. Надо сливки пропустить. Когда он спит, никто не знает. Но у него все есть. У него техника и забита. Да, старенькая той. Три комбайна там сколько есть. И трактор. И гусеничные. И на колесах. И гаражи. А приехал-то ничего нету. Кроме ребенка с горшком. И вот. Братья. А кого я его брать-то? Я говорю. Брать-то. Он приедет. А он распьет, значит. Где кто пьет, есть нечего. Там воровать будет. Да нет, он нет. Ну откуда ты знаешь? Нет, нет. Жрать и воровать. Это два греха вместе связанные. Раз он не работает, ему жить не на что. Вот он. А компьютер там ремонтирует. Как ремонтирует? Он учился на это? Нет. Да пил и научился. А брат-то у него кончил, кажется, два высших образования. Значит, не хотел. А он у меня ребенок-то в лагере был. Я припоминаю, какой был. Он противничал. Дети купаться. А я не купался. А почему? Вода холодная. Дети... Она теплая? Холодная. А дети скандиры теплая, теплая. Он не мог больше ничего и заплакал. А теперь слышу уже новые версии. Что была там у меня воспитательница с одной рукой. И она его в воду затолкала якобы. Он простыл и болел. Какие страсти. Летом, в июле. Затолкали. Понимаешь как? Ну там может быть даже облили. Раз пошел купаться. Все дети купаются. И такие еще слухи распускаете. Да зачем нам не нужен-то? И это вы два-три раза повторили ложь. И она в вас укоренилась. В лагере безрукая женщина затолкала его. А он простыл и лежал. Где он лежал? В каком месте? Покажи. И как он мог простыть, когда жара такая стоит? Ну то есть бред. А теперь от него ребенок. Не знаю. А возьми. А мать в любой день запрос сделает. Полиция сразу. Мы и так в шатком положении находимся. Не знаю. Нужно чтобы был поручитель какой-то. Мы не можем так. Два ребенка и два под вопросом. Оба. Вот я говорю сразу по двум направлениям. А совесть не действует. У них из их среды уже изъят удерживающий. Он их не удерживает. То есть Господь покинул. Все. В евангельском духе можно ли давать обеты Богу какие-либо? А какие? Как правило первый обет жениться не буду. Это бывает. Его окружили там в Афганистане был. И он дал обет. Дал обет. Мяса есть не буду. Два обета. Других то и нет обетов. Или бывало. Раньше было. Главный обет это уйду монахи. Это я знаю все эти. И теперь приходит мать и жена. Он тут вот встретил хорошую девушку. А как жить когда дал обет Богу? Понимаешь. Как дал обет? Просто так сказал. Или это закреплено было присутствием священника. Правила определенные. Я не решаю за это. Но я знаю. Бог говорит на небе. А ты на земле. Лучше тебе не обещать. Нежели обещать и не выполнить. Тебе трудно было. Сейчас ту же самую обстановку тебя Господь подстанет. Ты окружаешься во в плену и тебе горло режут. Нужна тебе жена сейчас будет. Ну и все. Поэтому не искушайте меня. Вот. Вопросы задают. Что делать? Какой обет? А какой он именно обет? Я вот назвал три случаи. Раньше всегда было это монашество. В плену он где-то. Или не ладится что-то. Я приму монашеский чин. Какой обет? Вопреки Слову Божию. Господь говорит, идите проповедуйте Евангелие. Не сидите. Антиевангельское монашество получилось полностью. А теперь еще и обет дают. И они наставляют, как сами испорченные. Надо конкретно знать, что он сказал. И действительно перед Богом это есть. И почему не выполнить. Но если длиной на всю жизнь, ну тут надо думать. А если просто так сказал, что он мог другое-то сказать? Ну и деньги же обещать Богу. Надо исполнять, Писание говорит. Или не давать. Игорь ради данной клятвы, обет, обезглавил Иоанна Крестителя, величайшего из рожденных женами. Чтобы только не быть нарушителем обещания. Ну скажут, это не то, что клятва. То же самое. Его надо выполнять. Обетование – это обещание, слово. Одно то же. И клятва есть обещание. Ну вот так. А если надо более точно, надо узнать, что именно обетование. Кто выйдет первый со двора, того в жертву принести. Как и Ефай сделал. Теперь только спорят. Кого он убил или не убил дочь свою. Или что-то имел в виду, что она осталась девственницей. Да и рассуждать не о чем. Безрассудное было. Кто первый выйдет. Все время выходят, заходят слуги. Он князь, ясное дело, в жертву принесет. Самая клятва-то какая-то непонятная. А ты дай, если уже не можешь клясться, дай клятву такую, что больше клясться не будешь. И больше никогда все отпало. А вы еще не клялись, скажешь мне, никогда. Вот я прожил жизнь, ничего не было. Ну, вообще ничего не было. И однако ни рубля никогда никому не был должен. Никогда. Я знал, стипендию дадут, теперь от нее надо отщипывать, она у меня опять меньше будет. Нет, я один раз перетерплю. По городу пошел искать, где еще кому помочь надо. На вокзал побежал, кому-то чемодан принести, уголь разгрузить. А теперь они рабы. А мне Бог дал свободу. А я тогда ничего не знал о Боге, как должно. Просто я знал, что у меня будет денег меньше с получки. Я должен отдавать. А так у меня целое все время. Я уже в этот, в 28 рублей, которые давали стипендию, 6 отстегивал за квартиру. А остальное должен был покупать. Все надо стирать. На поезд, на крышу залез, на крышу всегда ездил, чтобы не платить. Дома маму постирает. В людях не приходилось это. Ну, я просто говорю так, сегодня человек так не будет делать. Ему надо, ага, а вот дают кредит. Ну, и дальше квартиру потерял. Заплатить не мог, а те не будут все время. Или вот люди живут и не платят за квартиру. А теперь дали приставам возможность приходить даже выламывать дверь. Прямо в буквальном смысле. А что они должны делать, объясни мне. Все умерли, разъехали. Сегодня 3-4 комнаты. Все отапливаются, никого нету. Одна старушка едва шевелится. Да, не на улице выбрасывать. Ей дают однокомнатную квартиру, и там уже видно будет. Социально, может быть, помощь будет, уменьшить плату. Зачем я столько комнат? Я вот когда гляжу на власти, когда ропщат, а я воображением, я из власти. А что я сделаю? Какой закон бы издал? Никакого, только такой. И поэтому надо выполнять. Конечно, идеально это свой домик. Я не перед кем-то. Лег спать. Сел я вот сегодня. Никто не постучит. Никто не обругает. Двор большой. Мы гуляем по нему. 13 сотых. Двор вместе с домами где-то. Там качели. Четыре качели. Две ребятишек стоят. Я сяду и сам маленько покачаюсь. Стол стоит для занятий. Склады. Голубятня. А где там 220 этажей, там у меня ничего, ничего не может быть. А у меня пять складов. Пять. Ну, уголь там. Два это под углем. На две квартиры, потому что у меня хозяйка за стенкой живет. Сейчас только вышла отсюда. Вот если как-то вот... Я всегда иду когда где-то или что-то. И всегда благодарение непрерывной рекой. Господи. Какое ты место дал. Рядом. Прямо рядом. Рядом. И в то же время... Как бы не рядом. Между нами еще один дом стоит. Еще один. И пролив такой. Вот. И асфальт тут есть. И тишина. И в то же время машинам подход есть. И недалеко переходной мост. Ну, такая красота. Выйдут звезды, небо. У меня непрерывное слабословие идет. Господи. Сколько где я жил. По-разному было. Но так вот. Ну, просто нет. Много дров заготовили. Тут щурки навозили. И гляну в окно. Голуби белые. По земле рассыпались. Они едят там. Ключ. Это землю. На душе легко. Так. Радостно. И опять за дело. Вот вы не едите мясо. Не пьете вино. Вы давали обет Богу по этому поводу? Или просто это не делали? Никогда. Я вообще обетов никаких не давал. Обет дал я. Один. Служить Господу. Это дается в крещение якобы задним числом. Служить по совести. Никогда. А мясо не ел я из экономии. У меня одна причина. Во-вторых, оно не полезно. Из желудок человека более к растительной пище приготовлен. Я вот утром выхожу. И вот у меня же передо мной земля тут есть. Я листик ревения. Он большой листик, то больше ладони. Вот такой вот. Дальше тут чесночок пустил. Это я оттуда нащипаю руками, чтобы не выдержать. Обязательно хотя бы один найду стебелек крапивы. Такая мелко растет. Не двудомная даже, а еще и она не жгучая такая. Так. Щавель хотя бы листика два. Одуванчика несколько листьев. И лопух. Репей. Все это мелко режу. Сижу и закусываю этим. Сколько стоит? Ни копейки. Полезно? Полезно. Организм работает нормально. Чисто. Никакой отравы нету. Для вида так. Брызну несколько капель воды тут. А тут все чистое. Другой-то посмотрит, скажет, ой, они начинают антисанитария. Вот некоторые заходят. А я их открою. А у него, ну, чтобы ему писать, он должен здесь иметь канал свой. Ничего нету. Ничего. Ни о человеке. У него ни друзей, ни работы, ни ролика. Ничего нету. Он сегодня бросил и пошел. Ну, наемник. Ему сказали, а такие пакости пишут, рассуждения где-то. Ну, я их блокирую просто сразу. А потом решил посмотреть. Еще ни разу не видно, чтобы это был какой-то самостоятельный человек. Им платят и хорошо платят. Ну, если можно, давай, он отравил и платит. Это я уже знаю точно. Притом, большие деньги платят. Один, я только работаю здесь. И чуть не сказала на мне. В Таиланде, в самой там пятизвездочной гостинице живу. Ну, все это в прошлом будет. Сегодня, вчера, что уже в прошлом. Понятно. Вот часто бывают такие случаи в жизни. Встречаешь людей и видишь, ну, что они не особо-то верующие или неверующие. Но время очень мало есть для общения. И думаешь, что им надо, что им сказать. Вот каких-нибудь крат, какие-то три момента каких-нибудь. Которые вот отложатся у них в жизни, возможно. И приведут их к Богу. Как вот вы решаете, что именно надо сказать человеку. Вот ты знаешь, что... Вот минута есть всего. Минута. Вот чтоб он там с тобой болтает какой-то там. Как дела спрашивает, как там здоровье. Но ты понимаешь, что это все болтовня. Что надо ему проблагиствовать. И что сказать? Как это узнать? Или он лично, или в чат рулетки где-то. В чат рулетки я уже 10 способов использовал. И всегда так. Я сразу повращаю Библию. Вот я... Вот она, допустим, остановился маленько. Я первые слова говорю. Вот так показываю. Вы такую книгу читали? Библия. А, Библия. Я тогда поверну крестом. Есть у вас в доме Библия? Вопрос конкретный. Нет, значит, а храм далеко от вас нет. Вы можете купить. Здесь ответ на все вопросы. Здесь говорится о любви Божией, как Господь нас возлюбил. Потому что здесь жизнь временная. И мы там в вечности будем в огне гореть, или со Христом радоваться в Царстве Небесном. Вы в это верите? Он не знает как. Все, я уже главное выложил. Я показал Библию и указал на Христа. Больше ничего и не надо. А если еще я полминуты только задел, так я еще через полминуты многое скажу. Ходи в православную церковь. Никуда к еретикам не заходи. Они не знают Писания совсем. Если есть возможность, сходи на Испыть. Не причащайся, но открой, чтобы помогло тебе. Вот минута прошла. Я все сказал. До свидания. Я говорю, я ухожу. У нас на все про все, когда мы по деревням шли, две минуты. Две минуты на дом. Две минуты. Это самый максимум. Зайти, поздороваться, сказать кто. Пригласить на наши занятия. Сказать. И подарить Евангелие. Не больше двух минут. Так это учитывая, мы от дома к дому еще идем. Это все входит в эти две минуты. Зайти во двор. Узнать, есть нет собака. У нас это все обдумано. Воображение должно быть. У верующих. Такой ответ. Хоть в пользе, хоть где. Первым делом сказать о вечности, о бренности этого бытия. И о готовности предстать пред Бога. Этот день может быть последний. Все. Я ему сказал все. Остальное только расширять будет это. Остальное все. Вот в Святой Библии прочитаете. Приобретайте Библию. Это самая древняя книга. Это слово Божие. Это Бог повелел. Писали святые Божие человеки, будучи движим Духом Святым. Все. Пошел дальше. Все понятно. Ну. А то вот я гляжу, там Смирнов сидит, рассусоливает. И всякие такие. Говорит он. Не то, что он грубый. Он такой и есть. Ну и крестить пришли. А что они знают? Да хоть деньги с них взять. Представь себе. Это открыто он говорит. Вопрос задали. А у нас вот тут бописты. А что вы с ними разговариваете? Берите кирпичи, да бейте окна. Судить надо. Это не экстремист, ничего. И все время крест положат на пузо. Зато он скатывается. Он только поправляет. У него как на арбузе лежит. Крест-то. И сваливается. И все время хлюпают, пьют. Это нельзя делать. Они никакие. Ну вот ему должность дали. Он там и есть. Он благословляет танки. Что там есть. Хоть куда. Я для них конечно враг. Я не пью. На войну не иду. Благодарю Бога. Как так можно жить. И глядя на меня. Они тоже скажут. Ну что это за жизнь такая. А они не знают. Внутренне у меня. Какая радость. Я с Богом. Корректно ли считать апостолов. Выше пророков. По-моему. У Златоуста мы встречаем. Что нет. Выше во вселенной звание апостола. Но насколько это корректно. Неужели мы можем сказать. Что например апостол Иаков. Выше пророка Иеремии. И если действительно апостол. Выше пророков. То правильно ли понимать. Что это связано с тем. Что именно апостолам. Придет судить 12 колен Израиля. И тут же возникает следующий вопрос. Кто будет судить язычников. Библия об этом ничего не говорит. Но можем ли мы предполагать. Что это будет делать апостол Павел. Можно. Все что сказано можно. Ни на чем не настаивая. Потому что на спасение это не влияет. Нисколько. Да. Они выше. А почему Иоанн Креститель выше. Ну по признаку по жизни. Главное что он ближе всех ко Христу. Он рядом прикасался к нему. Причина только в этом. А эти пророки выше или ниже. Он говорит и пророки. Другие желали проникнуть в то что я вам открываю. Господь говорит. Они этого не слышали. И как мы смотрим на человека. Которому тайны открыты. Вот ясно что он выше. Это мы сразу признаем. Он вхожий прямо к царю. Они рядом с Христом были. Пили и ели вместе. Вот в этом плане. А не потому что их подвиг выше. Самый большой подвиг это мученик. И конечно апостол. Звание апостола. Это и чудотворение. Все перечисляемое Павлом. Сходится в одной личности. Знание. Мудрость. Говорение языков. Растолкование. Пророчество. Пророчество. Я сегодня как раз ролик тут с Юрием Соболем говорил. Что такое пророки. Люди понимают это прозрительные. Ясновидящие вроде бы что-то знают. Нет. Апостол Павел говорит. Я ревную о том чтобы все пророчествовали. Как все. То есть проповедовали. Говорили слово Божие с указанием на будущее. Тут больше ничего там нету. Дабы человек войдя с улицы и сказал. Истинно с вами Бог. Ибо он обличается всеми и судится. Обличается. То есть речь должна быть обличительной. Приправлена солью. Не покайтесь. Все так же погибнете. Ой злой какой. А это ваше решение. Знал говорит что злой жестокий господин. Он говорит эти слова тебе верну. Вот так. Отрицать ничего не будем что впереди сказал он. Предположите что вы живете во времена апостолов. Вы веровали во Христа. То с кем из каких апостолов согласились бы вы проповедовать Евангелие. И почему. И именно почему просьба объяснить как можно обширней. Ну кто вам больше всего располагает. Ну тут толковать не надо апостол Павел. Он больше путешествовал. Больше описано. Но принял ли он бы меня. Выбирать не приходится. Он избирает. А не я. Я к такому пойду. А к такому не пойду. Благодать одинакая у всех. Некоторые биографии сокрытые. Мы не знаем. Ну где. В какой. Симон где был. Ну дошел до Грузии. А Симон Зилот где был. Иуда. Иуда который апостол. Ничего не известно. А апостола Павла. Карты прилагают четыре его путешествия где-то. Я бы лично с ним пошел. Если бы он меня взял. А вот я когда говорю. А как Василий Великий. Да Бог его знает как. Я же видишь по монашеству как говорю. Он может меня палкой этой жезлом то огрел бы и прогнал. Пошел ты еретик. Ты против монашества. Они без монашества шагнуть не могли. А у него у Василия Великого. У него столько заскоков было. Великий присвоили звание. Со словом Великий. А ионики Великий. Всего семнадцать мужей за двадцать столетий было. Даже на столетия не получалось. Мудрость одного. А что он великий? Чем великий то? Что философию знал? Елены ищут мудрости. Мы это знаем. Ну а еще что? Ну да дальше то. Вот он взял и говорит из золота. Сделал голубя. И голубя повесил прямо над престолом. И если голубь крылыми вроде шевелил. Тогда все благодать присутствует. Она же смотрит. А голубь не шевелится. Он совершает литургию. Ну это же самое настоящее долопоклонство. Но это восхваляется. И он смотрит. А уже совершает бескровную жертву. А висит это у него статуэтка. Так как надо. А он тогда посмотрел дьякон. А дьякон вот так уставился. Он тогда посмотрел куда дьякон. Ты видишь там женщина одна. И он на него смотрит. Как он сразу на него на дьякона наказал его. Поставить в стену. Чтоб другу не видели. Чтоб в алтарь не заглядывали. Мотоцерковник хромовник был. До мозга костей. Как бы вы с ним пожили. Да никак. Он бы меня сразу я говорю. Огрел палкой и прогнал. Он даже не выслушал бы. Что я буду говорить ему. Ну где это видно. Чтобы делать из металла. И чтобы. То есть он не вера то у него была никакая. Вот шевелит. Крыльями значит дух присутствия. Так кто ему сказал что. По такому признаку можно узнать. Никто. А нужно ли узнавать. Святые запрещают. Даже думать об этом. Ну вот и все. Я не боюсь об этом говорить. Потому что я знаю Библию. Люблю ее. И знаю что его и меня Бог будет судить по Библии. Один больше. Заглядывал. Другой меньше. Конечно. Если бы из святых отцов кого то. Я бы пожелал быть рядом со Златоустом. Потому что я его насчитывал. Составлял симфонию. И сопроводительное. Почти шесть раз прошел 12 томов. Мне он очень известен. Очень каждый раз. Я прослушиваю. И смотрю вот это. Надо узнать. На такой размер. Катушки. На какой дорожке. О чем говорится. Я в свое время. Когда еще. Интернета не было. И когда еще магнитофона не было. Я везде проповедовал. А магнитофоны появились. Я не могу сказать. У кого так появились. Как у меня. Самые дорогие. Пятнадцать штук. Пятнадцать. Тон студии. Одной кнопкой срывается. Одной кнопкой все останавливаются. И главное. Скорость 4 и 7 для прослушивания. А еще если скорость 7 и 8 кажется. И 14 и 7. Скорость такая. И две дорожки. Нажимаешь две кнопки. В одном направлении. Все на скорости 19 записывают. И обратно. А потом слушать. Переводишь на 4 и 7. И спокойно слушаешь. И было ли у кого такое. Не знаю. То есть где бы я не касался. Какого дела. Оно у меня никогда не гнило. Там всегда. Свежий ветер долг. Это почему Бог так сделал. Потому что за пленками. У меня ехали из Пещерской Лавры. Там и Сковы. И даже сказать откуда там. Может в Аргентине. И где только не было. Насчитанное. Ну. Как было. Почему. Благодать Божия. Я знал что. Людей надо учить. Священники не учат. Ну что не учат. Мне больше работы досталось. А вам гордыня не подходит. Что вас слушает по всему миру. А я говорю. Мне думать об этом некогда. А вы еще слушаете. Они говорят. Жития святых. Так у меня уже добротолюбие начитано. И 4 книги. Тома Толстая. Григория Дещенко. Сколько у меня время то ушло на это. Со мной очень трудно жить было. Мама приехала. Кашляет. А кашлять нельзя. Она под подушку головой. Дождалась. Когда я перерыв делаю. Сынок. Я пойду на вокзал. Лучше там побуду. Потом приду. На вокзал зимой. А ко мне приехала с фрунзи. Кашляет. А у меня отдается все. Нельзя. Я. Да ладно. Сиди там как-нибудь. Это со стороны кажется. Вот. Столько сделал. А как люди от меня терпели. У меня не дом. А студия. Нельзя ни кашлянуть. Ни стукнуть. Тем более я за этим слежу. И строго выговариваю. Понятно что. И всем это нравится. И сейчас. Вот я здесь в интернете сижу. Как считаю. Старейший. Блогер. А я не знаю про это. И слово то мне не нравится. Вот. Сегодня я посмотрел. У нас. Пятнадцать тысяч. Триста роликов. Тысяч. Это вообще. А я нахожусь здесь. Вот. Семь лет только. Видишь. Бог дает помощников. Все поразбили жития святых. По отдельным файлам. Это Сергей Евтушенко. Кажется он работал. И Андрей Крещков. Из Америки. Из Златоуста. А потом там у него добротолюбие. Он же. Святые Ацетовы. Игнатия Брянчанинов. И всех. По таким. Отдельно. Библия. Архипелаг. ГУЛАГ. И все это люди помогали. Сделали. Я ничего не делаю. Но моя начитка. Да. И теперь я их ставлю. Помогают. Кто то закачивает. Я только замки снимаю. А сейчас больше половины сам закачиваю. То есть я никак не понимаю как. Ты уверен. Ну почему другому то не дать. А другому дать ты должен размножить. Раньше я проповедовал во всех заводах. Представь. Во всех фабриках. Пять университетов. Институтов. Тринадцать школ. Все техникуме. Воинские части в окрестностях здесь. Пять отделов милиции. Гороотдел. И краюотдел. Там прокуратуре. Ну. Трудно найти место. Где бы я не проповедовал. И везде приходил с библиями. Когда их не было. Библия. И себестоимость их была раз в десять дешевле чем в церкви. А как так. Ну. Канал налажен был. Брали у баптистов. На все справки. Все. Законно. В прокуратуре. Представь себе. Все прокуроры собрались. И за мной приезжают. В тюрьму. А я в тюрьме там иду по камерам. Дальше веду занятия со служащим персоналом. Никому этого не было дано. На Алтайский край. Это все моя пасла. И потом везде знали. Ну и три радиопрограммы еженедельно. Одна была часовая. Онлайн. Прямо непосредственно. А почему? Бог взял. У меня завистников море. А тем более если книги. Ну видишь. Это не две, не три. А 38 томов. Что тут? Ты каждую книгу-то открой. Воткнись в нее. И ты увидишь что там есть. Это невозможно. Какие вопросы. Сейчас даже вопросы которые мы разбираем. Бог. Я поэтому. Мне не надо учить. Ничего. Я учусь. Знаю. И помню. Но главное это благодать Божия. И в высшей Библии ничего не ставить. А сегодня нет. Он говорит там. Психолог. Ну все такое. И все. Надо учить. Вот это. Ну как Игнатия Причининов. Это ничего не даст. Ничего не даст. Кроме того что ты замкнулся. Ну а вы как боретесь вот с этим? Я никак не борюсь. Почему? А нету этого. Начинают перечислять какие-нибудь грехи. А как с этим пороком боретесь? Я обратился к Богу. Господь сразу убрал их. У меня нет этого? Нет. А вы себя не расследуйте. Но на исповеди я во всем признаюсь священнику. Что в ведении неведении. В уме и в помышлении. Я не придумываю на себя. У меня этого нет. Ну нету. Вот посты нарушали. Да нет конечно. Я даже не мыслю как это. А вот как о себе подумать. Я не думаю. Мне думать некогда. А у нее гордыня прелесть. Гордыня прелесть. И лепят главное. Не знают куда. А почему он в этом сгнивает. И он не может понять что можно без этого жить. И что никак не брились. Нет. Ни одной волосинки не постригал никогда. И прожил. Я прожил уже. Я при большей крепости 80 лет. А мне вот осталось несколько недель. И все. Три недели. И я уже на девятый десяток похочу. И что вот это такого разве вот не бывает. Вот надо там. Ну ты видишь. Я почему не выступаю здесь-то. Исследования-то где берут. Меня поминают. Я никогда не выхожу. И на комментарии не отвечаю. Почему? Все заложено у меня здесь. Считай. Я только скидываю материал. Отдельно. Если у тебя есть книга. К истинному православию. У тебя все есть. А тем более у тебя в интернетной версии. Версии перепечатаю. Только скопирую и все. Он зашел на сайт. Нажал. А там дальше о крещении. О покаянии. О семье. С женой сядьте. И пройдите один раз о семье. И ты увидишь. Такой литературы нету. Просто нету. Да. Да. Все взято. Абсолютно все. По житиям святых. Это ни Осипов. Ни Смирнов. Ни Ткачев. Они этого не знают. Не знают. Я вижу, что они топчутся на одном месте. А почему? Грамота. А у меня грамоты нету. Я все время свободным держу сердце для Бога. Скажи. Возьми. Покажи. Я на Бога надеюсь. И поэтому то, что они там от Масленников. Хороший мужик видно. С бородой. С косичкой. Все как надо. И все разъясняет, как бороться. Родиться свыше. Бодрость над душой своей. А каждый грех разбирать. А какой смертный грех. Семь смертных. Смертный грех только один. Не семь. Какой? Говорит. Неверие. Вот. Люди не верят. И в этом все. Вот Солженицын правильно ответил, получая Нобелевскую премию. Люди забыли Бога. Теперь отсюда все. Все. Многие считают слияние церкви и государства трагедией, которая во многом изменила церковь. Отсюда вытекает вопрос резонный. Разделить церковь с государством в нынешних реалиях. Возможно ли и нужно ли? И к чему это может привести? И как это сделать? Я и не ухватил даже. Что в самом начале? Это о чем речь идет? Ну, многие считают, что слияние церкви и государства трагедия. Понял, понял. Никакого не должно быть и никак. Никак. Церковь небесная, государство земное. Как соединить? Никак. Что общего между Христом и Велиаром? Как свет со тьмой может ужиться? Никак. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы мирских, но и обличайте. Церковь – это обличитель. И вот это, что они везде там, президент, и вот этот храм в Екатеринбурге – это все жернова на шею. Они потонут, и у них ничего не будет. И всем этим Дворкиным, всем, которые там нападают – это кырдык в один день. Знаешь это слово? Ну, конечно, знаю. Все, фиаско полное. Как-то интересный рассказ прочитал такой. Как бы неудобно и говорить-то. Ребус разгадывает там в институте, а филологический отдел основном. И женщина считает одно – полное крушение всех надежд. Так. Шесть букв и вторая буква И. Да не может быть. Она считает Пи. Конечно. Не может. Она спрашивает другое. Говорят, да что, газета какая? Да газета-то центральная. Как это так может быть? Заходит доктор филологии. Валентина Петровна, только почитайте. Какое-то слово на шесть букв и вторая буква, чтобы И была. Она сразу догадалась. Так это же матерное слово. Ну да. Да как они могли его употребить? Да не должно быть. Все, не все согласны. И забегает лаборантка. А лаборантка, они сразу к ней фросят. А вот если у человека крушение всех надежд, все падает, у него и слово какое-то, и шесть букв, и вторая буква И. Она говорит, фиаско. О, ну надо же. А они-то думают, как говорят, ну этому делу здесь конец. Ну да, да, да. Ну вот и все. Ну ты понимаешь, лучше бы ты не знал. А она девчонка-то еще и не знает, еще так как они знают. А фиаско. Ну да. Испорченность помешала. Ну да. Говорит, знания твои и мудроства избили тебя с пути. Вот есть такое. Ну что ответить? Никак. Никак. Ну если государство заботится о беспризорных детях, как оно заботится? Что? И есть возможность какая-то. Ну я не говорю, что давайте заключим договор. У нас тут показали мэр города стоит, и епископ, и губернатор. И вот они заключили, там это о работе с молодежью, о нравственности. Там договор на долгие годы. Год не прошел, епископа смерть похитила в 41 год. Антоний Масендич. Этот в автомобильной катастрофе погибает. А этого губернатора сняли, никого нет, одна фотокарточка осталась. Все. А то на многие года ешь, душа, пей. А Господь говорит, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. И все эти твои договоры никуда. Так что отвечаю, никак. У нас все здесь есть. Мне государство в этом вопросе не помощь. А патриархия, она без этого шагу не может шагнуть. Обязательно надо храм большой. И чтобы разрешили душить всех сектантов, веритиков. Инквизиторы. Да. Я сегодня отвечал на вопрос на этот. Ну как там они Владимира Головина изживали. И теперь напали на Ткачева. Но у меня-то их вместе взять, что у них проступки. И увеличить в сто раз. И они не дотянут до моего, сколько у меня сказано. Не дотянут. Но меня Бог оставляет все еще. Нападки где-то есть, там такая, по мелочевке заблокировал. Его больше нету. Но вот так вот. А чтобы долго спрашивать. А почему так? Ну они сильные. Господь допустил более сильные испытания. Я слабый. Господь видит, чего трогать зря. Еродивого. Он меня не трогает. Вы деньги у них не отнимаете? О! Славе. Абсолютно точно. Никак. Ни рубля. Которые я не составляю. Работаю. Не покладая рук. И обращенных людей. Всех до одного направляю к ним. Да. Которым дано расследовать. Они же и на ютуб заходят. И видят, что златоуст. Насчитанный. Который. 12 томов. И златоуст. Который считается в церкви. Дальше. Жития. По порядку. Я выставляю каждый день по ролику. А сейчас по два даже выставил. Сергея Козлова. Ну что он сказал? Он разве против церкви был? А этот Виталий-то сделал ролик про него. Жизнь после смерти. И там говорит, какой он иконописец был до времени. Пока не встретился с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. И тогда теперь у него стали беседы. Проповедь пошла и все. Ну это так и есть. У него не было ни одного ролика. До нашей встречи. А я поговорил маленько. Так он проходит какое-то время. Так а что я иконы-то рисую? Так как идолопоклонник какой. Я говорю, смотри, а то тебя отлучат. А вот львуют перед иконами. Легко молиться-то. Ну есть она и есть икона. Ну у меня иконами забит угол весь. Ну есть и есть. И никакой нужды нет. Православные люди нуждаются в том, чтобы помогали. Мы им говорим, даем. И молимся об этом. Каждое утро. Сохранить святой православной вере. А заматери Тихофф разруши, развей. Ну видите, вас почему замолить-то не могут? Ну потому что, чтобы вас в чем-то обвинить, надо найти какой-то повод, какую-то вашу корысть. Иначе как бы вы это бессмысленно делаете. А они ее ищут, а не находят ничего. Ну и при том, даже если, допустим, мне это дело-то. Я сказал монашество. Я против монашества. Я говорю двумя руками за монашество. Но за такое, которое Христу подчиняется. Идите по всему миру, а не за стенами сидите. Где я против? Я против мочей. Как против? Я резал мертвецов, может быть, щипал их. Нет. Я говорю, в прах ты и в прах возвратишься. И где-то я против мочей. Нет, я прихожу, прикладываюсь. И к монахам подойду, если я монах на благословение. То есть я говорю, это мое личное мнение. Я не настаиваю. Но я на основании Слова Божия конкретно показываю, что это не евангельский путь. А Господь говорит, идите за мною. Не за монахами. Не за мощами. Ну да. Бог милует. Просто такие там есть. Дворки на меня натыкался уже раза три. Но дальше не идет. И там на Вапашино задолбили, чтобы он как-то... Они ринулись на отца Владимира Валентиновича, отца Владимира Головина. А у меня там все открыто. И за границей говорят, мы смотрим каждый день вас. Вот она нравится, что вы ничего не монтируете. Вот я говорю, да, нравится. Вот как есть, так и живете. Да, я как есть, я ничего не скрываю. От меня люди прячутся. Вот записали только. Уберите, уберите. Вы дали согласие. Я никогда не убираю. Никогда. А одна зашла какая-то на форум. И начала. Да этот падла. Этот сколько наделал. Тут чего. Да туда ему и дорога. На Даниила Сысоева-то. Ну и подписывается какая-то одарка. Ну одарка, одарка. Я оставил. А сам молюсь. Теперь она сказала так. А для меня он священномущенник. Я считаю эти слова-то. Но вижу, что не в себе она. А она-то прочитала, видимо, и Господь ее достиг. А она стала стучаться. Уберите то, что я ей говорила. Я дура была. Что она говорила там. Я не отвечаю. Она на администрацию вышла. А администрация говорит. А мы не властны. Вон хозяин форума и всех ресурсов. Она опять на меня. Уже подписывается киска. Вот. Я говорю. Нет, не отвечаю ничего. Тогда она умолять начала. Я упала перед вами. На коленях стою. На меня это безразлично. Обычно говорят, не удаляйте меня. А это удалите меня просит. Случай-то неординарный. Уберите, что я там наговорила на него. Так и стоит. Так. Если она отошла, тогда видишь, что... Я не убираю никогда. Ну, когда вижу, что... Что-то там бывает проскользнуло, я не заметил. В чат рулетки там показывает или что-то. Ну, я прошу тогда администрацию на такой-то минуте вырезать. Там, может быть, две-три секунды всего. Ну, вот и все. Пишет, как мы, христиане, должны относиться к понятию, которое в восточных философиях называется аурой. Есть ли такое вообще на самом деле, что-то подобное какое-то явление? И, к примеру, когда возле одного из того же человека теряют сознание рядом стоящие люди. Ну, там вот, как, например, около Петра Порошенко там, он прошел, кто-то там упал. То это наводит на мысли мистическое воздействие данного человека на все окружающие действия посторонних сил. Есть ли такое, Игнат Тихонович, вообще? Ну, как сказать, вот, в охвате так я не могу взять за тысячи лет-то. Ну, а конкретно, посмотрите на иконы. Вокруг головы что у них, скафандр или аура? Крупная. Ну, это же образно выражается. Значит, идет какое-то излучение. Теперь, лицо Моисея, люди не могли смотреть, он покрывало надевал, оно слепило. Это было у Серапима Саровского. Ну, есть или нет, когда вот это порождено фактами? Есть. А вот он стоял рядом и на него так подействовало, там, и упал. Вот так написано, говорит, увидев, скричал и пал перед ним, перед Христом. Да, так. Ну, виновата та сила, которая на нем, а не на Христе была. Та сила его и сшибла. Да, есть что-то такое. Есть. А вы не ощущали? Сразу меня спрашивают. Ни разу. Нигде. Ничего великого, как Павел пришел, говорит, я был у апостолов, и ничего великого я там не обрел, вроде. Они не могли мне противостать. Так и здесь. Я свободно разговариваю с митрополитами, с патриархом-то не встречался, там, с начальниками, с секретарей обкома там где-то. Мне нужны это никакой нет. Я пришел сказать слово. Что их ждет, если они не изменятся? И это все в пророческом духе. Я об этом отвечал сегодня пророки. Что такое пророки, пророческий дух? Ну, потом посмотрите. Ну, вот, что на это ответить? Так есть. 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 Но как? Это я не могу сказать, как и где. Само изображение это показывает. А было такое, что вот на каком-то расстоянии был человек и увидел именно... Ну, харизматов такой есть, он руками машет, они все падают. Это не от Бога. Это лукавая сила делает. Нет, у меня никогда ничего подобного не было. Ни кто передо мной, ни с другими, а радостная... Радость общения это есть. Просто встретились, смотрим друг на друга, и мы как бы и не видим друг друга. А мы поделились той радостью, которую нам Бог открыл. Вот такое-то местописание. Столько оно открывает. Или Павел продлил слово до утра и втихе с окна вывалился. О том, как у него было путешествие. Мы об этом говорили. Так видно, мы снимаем собрания и расстелены тут в каком государстве было. Австрия, Вена, там Грузия, Тбилиси, там Португалия, Лиссабон. И такими вот, как сказать, вырезанными на бумажке мы весь стол устелили, какие государства их были. Вот, допустим, Дания. Ну, не все знают у Дании столицы. Копенгаген. Вот так. Ну, то есть, что на это сказать? Очевидно, где-то что-то есть, но в каком духе и как что есть. У буддиста бывает пещера. Там профессор Мулдашев был. И вот он говорит, такая аура действует. Шииха прямо не запускает, отбрасывает. Это было с Марией Магдалиной, когда хотела войти в храм, а ее какая-то сила отбросила. Ну, это прямо в житиях написано, Дмитрия Ростовского. Мария Египетская, да? А? Мария Египетская. Мария Египетская, да, Мария Египетская. Вот. А я сам никогда этого нигде не ощущал. Никогда. Никак. Просто зашел и говорят, а тут вот такой-то был. Ну, был. Или он там есть. У Яна Крестьянкина мы были. Написано на дверях. Не заходить. Запрещено. Мы у дверей постояли, ушли. А когда сообщили, говорят, да что вы. Это специально для властей написано. Ложь, мы поверили в это. Зачем мы будем ломиться? Да и мы ничего у него и не взяли бы. Да. Это Бог дает тому талант. Какой талант? Это Его воля. А вот в Евангелии, когда пришли Христа забирать уже. Вот. Он им сказал, это я, говорит. И там вот эти все попадали. Это почему они попадали? Есть Сармат, фильм такой. Это бесконтактная борьба. И они, милиция, зашли его из камеры забирать. Он вот так руки поднял, и они оба упали, милиционеры. Так вот ή Mont lore. Учат их. Учат этому. И видимо, подписывают душу свою дьяволу. Я был в камерах других. Он показали, он там расправился с главарем их. В парашу затолкал головой другой. Но он еще не спал. Спать-то он ляжет. А сначала ляжет спать и уже не встанет. Он не может. Если бы было их несколько, дежурили, друг за другом смотрели. Тогда дело другое. А один, он там ничего. Его сразу убрали оттуда. И когда бывало 50 серий, фильм такой, зона, зона была. 50 серий не видели? Ну, я слышал этот фильм, но не видел. Ну, 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 ну. Ну, я нашел там много ошибок, что с пистолетом охранник внутри, такого нету нигде. Нету. Это им надо для сюжета было. Хотя они и говорят на документальной основе, но прибавлено. И там тоже вот такое встречается. Безобразие. Мы благодарим даже Богу, что нам открыто. Я никогда не шел в великое, для меня недосягаемое. Считаем 140-й псалом. Я не отнимал ли? Это как дитя отнятого от груди не успокаивало ли? Дитя, которое от груди отсажено, оно еще не привыкло к твердой пище, и он за матерью гоняется, ему надо молоко. И вот так человек, которому нужно что-то узнать, какой-то вопрос решить, а Господь не открывает его, оно сокрытое. Я не успокаиваю души моей, тебе это не надо. Я не выходил в великое, для меня недосягаемое. Я вижу, нету, толкования на это нет. Я говорю, я не знаю. В библии намек есть, я его назвал. Вот так. Вот тоже Артур Меликситян задает еще один вопрос. Он говорит, он как бы не от себя пишет, по-моему, потому что он уже взрослый. Моя одноклассница после школы объявила о своей нетрадиционной ориентации. Ну вопрос, собственно, в чем? Как обращаться с такими людьми, вообще с ними общаться? Ну то есть лесбиянка, лесбиянка, друг от друга трутся. Да зачем с ней общаться-то? Ну, что-то ей сказать-то можно, надо. Скажи о Боге, о Боге скажи. Всякие там извращения, об этом говорит апостол Павел, пел в послании к римлянам. Это вот все это и есть. Тогда этого не было, у острова Лесбоса-то не знали, попозже. Но это раз о мужчина, говорит, у женщин пакость эта есть. И так с ними здороваться можно? Ждет муха вечная. И больше ты ничего не можешь дать. И скорее отпрыгни в сторону. А здороваться с ними можно? Здороваться? А зачем? Ну здороваться как? Ну проходя мимо, скажи доброе утро. Здоровья не надо, говорит, здравствуйте, не надо. Зачем ей здравствуйте-то? Если она не изменится, чем раньше умрет, тем лучше. Мерзостей меньше будет. Почему именно грех чревоугодия считается грехом? Неужели Богу так важно, передаем мы или нет? Неужели Богу так важно, передаем мы или нет? Так не Богу важно, нам важно. То, что человек на красный свет, это не милиция, это нам нужно, потому что нас разобьет и задавит. И Бог показал, что от чрева, в первую очередь, лишний вес. Лишний вес, больше центнера бывает на человеке лишнего веса. Тебе это надо? У тебя все больное. Почки больные, сердце больное. Ну все, все органы больные. Один показывает, у него 174 килограмма, и он 105 килограмм сбросил. И какой он стоит, пузан, и теперь какой подтянутый мужчина. А брюки-то старые надел. Ну там, в каждую штанину по человеку можно. И сам веселый, здоровый такой показано. Ну а там американец. Ну тут свои такие же есть. Богу важно это. Если ты его сосуд, ты его храм, то зачем ты вокруг жир-то? Это корм червям. Ты авансом уже заготовил им. Тебя черви не дождутся. Роскошный пир готовишь им. Богу так важно. Постом и молитвой смиряется плоть. У меня стихотворение есть. Там я бы мог даже скинуть, если будете, ролик отдельно о диабете. Диабет и так и называется. И как плоть наша вопит, и дай побольше, и как мы безразмерно делаемся емкими, и что из этого идет. Вот так. Я написал давно уже, лет может 30 назад. Я его найду, если нужно будет. Так, ну вот такой еще от нее вопрос. В интернете, в общем, есть как бы такие ресурсы, там в автоматическом режиме гадания на картах, ну типа компьютер это делает, крылья дракона называется. Там не человек гадает, а компьютер. И вот она говорит, у меня были случаи, я обращалась через интернет вот к этому ресурсу. И через некоторое время постоянно выходило, все как там, ну то есть ей предсказывало, все с ней случалось. И возможно ли этот случай отнести к обращениям к нечистой силе? Считается ли это грехом? Грехом обращаться туда не надо, не за чем обращаться. Что там у них? Что говорило, то исполнилось. Что именно? Опять же, ничего не известно. Нам на это не надо смотреть. Ты разве спрашивала, просила у Бога рождение свыше? Нет. Просила у Бога быть верной благовестницей? Нет. Ну ты вот это и дальше проси. Кто это заложил? Связанность с нечистой силой она обязательно сожжет. Я бы этой системой, если бы коснулась так бы, ну, так я думаю, если бы было вот сейчас бесплатно на детекторе лжи, я бы сел. Я бы им показал, что все это фальшь. И по потовым железам вы не определите. Они могут посмотреть, волнуются, не волнуются. Это путем тренировки можно добиться. Прямо обвиняют следователя. У него ни одна, говорит, волосинка не дрогнет. Никакой детектор его не вы... не может показать. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Живущего в нем. То есть он, дух-то живет в нем, в этой оболочке. А вот туда она ходила, она смотрела, а она слушала, не надо ходить, не надо слушать. А там, может быть, помощники, которые работают на машине, которые с нечистой силой связаны. Зачем тебе рисковать? А сама машина, она предсказывала, сама машина, что она знает? Человек создает машину. И в машину все это закладывает. А сатана, ему разницы нет, он обычно делает через статуи свои. Дает голос, подает, как Аполлон. Это житие святого Вавилы. И он зато сразу их определил. И Леон отступник дал указание всех мертвецов выкопать, перенести на другое место. Он говорит, а почему, зачем, кому? Оказывается, там статуя Аполлона была, его вопрошали, и он отвечал. А тут перестал отвечать. А почему? Потому что похоронили туда епископа Вавилу. И он мертвый, отнял у него возможность благовествовать. делать то, что делал. Не благовествовать, а вводить в заблуждение. Ну и что? Дело там в том, что Златоуз говорит, и когда он выкапывал мертвецов, почему он дошел до гробницы Вавилы, а дальше не пошел? Почему? А дальше не имеет значения. Главное препятствие, а чтобы не подумали, не догадались, что из-за мощей Вавилы, они там предварительно взяли тоже, может быть, метров на пять. А Ракул перестал говорить. Все. Мы ничего этого не знаем и не ждем. А что он уже говорит делать? Ничего не надо. Как пишет Феофан Затворник, ты едешь через базар, так, ну-ну-ну, ну-ну-ну, скорее, и переедешь как-нибудь. А не то, что, а я хожу по базару целый день, и мне никак не вредит. Значит, Феофан Затворнику вредило это, а тебе не вредит. А не вредит почему? Потому что ты мирской человек, ты даже этого не видишь и не знаешь. Вполне может быть нечистая сила. Ответ один только может быть. Не утверждаю, но думаю, что так. Это могут точно ответить только те, которые это составили, проект. На каком основании я могу твердо утверждать? Ни на каком. Ну, надо посмотреть. Железка знать не может. Железка. Значит, кто-то в нее закладывает, дать такой ответ. Вот сейчас мне говорят, вот такой-то у вас был, там журналист, другой. У них у всех нанятые люди, которые расположены к ним. И они должны там, как называют, дизлайки давать и там что-то опровергать и прочее. Но это им нужно, они без этого не могут. Да. А вот такой вопрос еще по поводу книги Иова. Известно ли что-то об ее авторе? Вообще, так, еще сейчас скажу. Какой датой она датируется, эта книга? И как она вообще попала в священное писание? Можем ли мы предполагать, что сам автор этой книги Иов? Все? Так, так-то. Очевидно, что она была написана до Моисея. Но можем ли мы утверждать, что все случившись в книге произошло до Авраама? Данных никаких нет. Книга без авторства, никто не знает. По древности она может соперничать с бытием. А что раньше было, это тоже нигде я не считал. Ну, а все остальное, что есть, божественное, как было. Он оставил огромный пример, как никогда не надо роптать и быть благодарным Богу. Все. Про эту книгу больше ничего не знаем. А чего нет, о том не рассуждаем. Все, понятно. Да. То есть она одна из древнейших книг. Надежда Чурн... Надежда Чурн... А кто собрал? Ездра, Ездра. А дошла ли она или дошла как Добрама там, это тоже никто не знает. Если скажет знает, то он обманывает. И в списках нигде неизвестно. Происхождение Синайского манускрипта мы можем точно сказать, а здесь нет. Так вот, и Надежда Черное вот так же задает такой вопрос. Правда, я на нее ей ответил, я сказал пост и молитвы, но она спросила, как избавляться обычным грешным людям от нападков нечистых духов? Ну вот, видимо, она обращалась к этим вот этим картам автоматическим. И вот нападки нечистых духов есть. Вон как. Ну, нападок никто не застрахован. это можно быть. Нападки были на самых святых людей. И апостол Павел об этом говорит. Говорит, нам не безызвестны умысты сатаны, то есть ко Христу даже приступал он. Пророков пытался смутить. А дальше мы не будем заглядывать. Только молитвой обороняемся. к двери подходя перекрестись и скажи отрекаясь от сатаны и всех ангелов и всех дел его, всей гордыни его. И иди. А думать, как, что вот это, такие вопросы задавать не надо. Надо вовремя укоротить свою любознательность. Это ездра был такой. Ангел сказал, о многом ты просишь, тебе это не надо. Пустым пустое, а полным полное. Третья ездра восемь четыре. Третья